Интересное астрономическое явление ранним утром наблюдали жители России. С момента восхода Солнца и на протяжении почти четырех часов планета Венера проходила перед солнечным диском. Те, кому посчастливилось наблюдать это явление, смогли увидеть на Солнце двигающуюся темную точку. В областном центре небо было затянуто облаками, поэтому наблюдать небесные светила не пришлось. Подобные транзиты планеты чрезвычайно редки. За всю историю астрономии они наблюдались только шесть раз. Вообще явление очень уникальное. Бывает через восемь лет, а потом через сто с лишним лет. Вот последнее у нас было 8 июня 2004 года и наблюдалось оно от и до, то есть от начала вступления планеты Венера на диск Солнца и до схождения полностью. К сожалению, в этот раз, вот сегодня, 6 июня, начало явления у нас в Иванове, по крайней мере, было не видно. Лучше всего Венеру было видно россиянам в восточной части страны. В следующий раз это явление можно будет наблюдать 11 декабря 2117 года. Ивановцы во всей красе смогут его увидеть и того позже, лишь в 2247 году. Мы с вами все прекрасно знаем, что планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца по орбитам. Орбиты планет расположены примерно в одной плоскости. Есть небольшие углы, поэтому Венера, например, она ближе к Солнцу и бывает, что проходит между Землей и Солнцем. Но чаще всего она проходит либо над Солнечком, либо под Солнечком, потому что орбиты немножко так под разными углами. Но через определенные бронежутские времени, как я уже сказал, через 8 лет и через 100 с небольшим, через 117, по-моему, вот эти вот как раз так называемые узлы совпадают. То есть Венера проходит точно по диску Солнца, либо там с северного краешка, либо с южного, либо через экватор. Такие явления как искал уникальны. Венера, названная в честь богини любви, подходит к нам ближе любой из планет и в то же время остается самой таинственной. Она окутана густыми облаками, за которые не может проникнуть взгляд астронома. Транзит должен пролить свет на тайны Венеры. В прошлый раз, когда планета начинала пересекать край Солнечного диска, наблюдатели заметили световую дубу на одной из сторон планеты. На этот раз исследователи собираются более подробно изучить данное явление. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иванова.